Всем привет, ребята! У нас понедельник, как и у вас. Шуточки. Мы пришли с курсов. Не знаю, вообще, после таких выходных было тяжело просидеть столько времени. Ну, мы же не были, получается, в четверг. В четверг, в пятницу. Ну, суббота, воскресенье. Сколько? Четыре дня, да? Ну, да. В пятницу у нас выходной уточни. Ну, да. В пятницу выходной, а в четверг мы еще отменяли наши курсы из-за того, что к нам приезжали гости. Вот. Что я хотела еще рассказать? А, я не знаю, что со мной. Сколько я часов с меня поспала? Ну, часа два. Я больше. Я больше. Ты что? Я где-то пять с половиной часа. Ой, четыре с половиной часа. Вот. И у меня такого еще в жизни не было. Я просто сижу, и я понимаю, все. Я сейчас просто засыпаю на ходу. Просто на ходу. Я уже вспомнила там метод мочку уха. Так вот поделать. Я не знаю. Я уже вспоминала, что можно было. Я говорю, Настя, ущипни меня. Ну, я реально на ровном месте, а? На курсах, да. Просто на ровном месте я засыпала. Просто. Я вот так, все. Меня нет. Я думаю, сейчас когда храплю, все. Пусть пропала. А? Ну, это девочка-африканка у нас спит просто практически на каждом занятии. Да, говорит по телефону, в телефоне постоянно. Там своя атмосфера. Кушает, да, там на боках. Я не знаю. Просто реально со мной такого еще не было. Было когда-то давно-давно. Ну, и то. Тогда я прям не спала вообще. А тут, ну, я не ожидала такого. И сейчас вот я хочу покушать и, не знаю, Настя обидится или нет, если я с ней не поеду к стоматологу, а плягу спать. А чего я буду обижаться? Нет. Ну, ты же с вами сюда ездишь. Ну, спать, Анна. Я не обижаюсь, сейчас проезжаю туда-обратно. Да и вообще зачем? Поеду я сама себе спокойненько. Ну, 20 туда поеду, сделай, тут у меня зуб быстро. Потом приеду и расскажу, что почему. А, ребята, еще хотела спросить. Можно ли в Росмане распечатать PDF-файл? Мне надо распечатать для Job-центра Антрах. Можно ли это сделать там с айфона? Кто-нибудь, если кто-то знает, пожалуйста, напишите, потому что это очень важно будет сделать. Вот. Сейчас я вам покажу, что делает Анастасия. Либо нет, я сейчас вам сначала расскажу ситуацию. Интересно, громко слышно на камеру то, что ты жалишь? Если слышно, то извините. В общем, мне вчера написала Алла, которая у нас была на стриме, и у которой был долг более чем 1000 евро за социальное жилье, за проживание там. Она мне прислала письма. Я отправила Кевину, они с папой посмотрели. И я просто перевела в переводчики, и Алла перевела. В общем, ситуация такая, что центр занятости, Job-центр, погасил ей этот долг. Вот так вот. Она, конечно, переживала, что ей придется платить такую большую сумму. Но, представьте, там 1000 с лишним. По-моему, 1300, да, Настя, или 1350? Да, 1300. 1300, но я уже просто не помню. Сумма там была нехилая, скажем так. И даже если в рассрочку, то все равно это очень-очень было бы накладно. Вот, все, слава богу, ей. Ну что, ну слышно очень, наверное. Все, не могла дождаться пока, что быстренько договорю. Засыпаю. В общем, погасили ей этот ее долг. Она очень рада. Да, реально спасибо большое, что Job-центр погасил. Ну, иначе это было бы очень-очень все сложно. Мне еще ответ не пришел на то мое письмо, что я должна 400 и 300. Я уже не помню точно сколько. А Наташа мне вчера тоже присылает письмо. Они мне вчера вдвоем туда присылали. Сначала Наташа подумала, что ей нужно платить 25 евро в месяц. Короче, каждый месяц нужно платить 25 евро. Она не поняла, из-за чего это пишет мне в панике. Наверное, мне дали рассрочку на этот наш долг социального жилья. Вы мне тоже должны денег. Давайте мне платите. Я буду отсылать туда. Начала такое всякое писать. Короче, что попало? Еще что говорит? Жениться надеюсь. Боже мой. Что несешь? Вот. И что, что, что? Что я хотела еще сказать? А, оказалось, что сегодня она поехала в Job-центр, все узнала. И оказалось, что это просто. Ей поменяли сумму Кауциона. Кауциона она платила 45 евро, теперь 25 евро. Я вообще не знаю. Вроде как же она собиралась уезжать. Не пойму, что уже никуда не едет. Уже все, по-моему. Какая-то странная. И пишет, тю, типа, я разнервничалась, а оказывается все нормально. Короче, не знаю. Но я опять-таки жду ответ. Но Настя на имя вообще ничего не пришло, потому как она, коптика там была записана. Ну, я думаю, те, кто смотрел предыдущие видео по поводу Job-центра, не знают, что Настя была подписана. Она пришла вам в ящике, ни тем вообще именем и не той фамилией. То есть какая-то ядника-коптика. Неизвестно что. В общем, как-то так. Да, спасибо реально Job-центру. Да, повезло, как бы, что... Ну, сейчас увидим. Мы же не знаем, что точно нас ждет. Но если... Ну да, я не знаю, что будет у нас. Но если скажут платить распрочку, конечно, будем платить. Это такое дело. Это не обговариваться. Сейчас покажу, что делает Настя. Так, вот что готовит Настя. Это у нас баклажанчики. Не кружочками, а так, потому что кружочками очень долго жарить. И рис. Будем есть без мяса. Может, на ужин по куриной ножке пожарим или отварим, не знаю. Посмотрим. Так же баклажанчики будут с майонезом, чесноком и помидоркой свежей. Конечно, Настя ехать к стоматологу. Что я-то доела мясо с чесноком, теперь ты. Да? Что-то есть. Конечно, не воровать зубы или какая-то помада. Что пломба, как пломба, один зуб. Ну, никак, я думала, сейчас не будет. Сколько есть, а не думаешь, что вопрос будет. Время идет, не знала. Это, кстати, привезли салфетки, да, на мой кухонный? Да, да, спасибо большое. Да. Ага. Что это такое? Да, Аня, отстань, это убрать надо. Да, убрать? Что ты врешь? Ты сейчас это будешь есть. Да нет, это наверное нельзя. Ну, если что есть, то что, они же куда есть. Куда убрать? Выкидывай. Видите, она хотела. Так, убери, это я сейчас так поснимаю. Вот, баклажан, нормально. Что тебе надо? Да, ну вот общение, боже мой. Я шучу. Напишите лучше, как с Настей общается. Ага. Все мы безречники, да, ребята? Шо? Я не знаю, что я самоколю. В следующем видео ответим. Я не выспалась. Ну, не то, что ответим, а просто выскажем свое мнение по поводу комментариев. А, да. Когда там приезжала семья Кейлер. Повеселение, а то пишут бред на самом деле, но бред не измерите. Ответим, ответим, ответим. Что еще хотелось сказать? Спасибо большое всем, кто писал советы, как избавиться от боли в ушах. Очень помог один совет. Девочка писала с помощью лука, как избавиться от этой боли. Мне этот совет помог. Настя там еще прочитала в интернете, сделала немного по-другому. Лук она... А, что ты сделала с ним? В духовке? Да, в духовке. Ну, примерно 10-15 на 200 градусов поставила. Я его подогрела, он такой был. И не теплый, не горячий. Теплый был. Да. И потом что? Я его разрезала, половинку большую взяла. Лука. Марлю. Да, марлю. Ну, не марлю, бинт. Не марлю, а вот откуда у нас марля. Бинт, господи, марлю. Ну, марля, бинт. Бинт, да. Бинт, лук этот поставила, завязала и поставила Ане. Ну, к уху. К уху, да. К ушам. К ушам. К уху. Я держала минут 15-20. И мне кажется, что это мне и помогло. Но, тем не менее, все равно, когда я нервничаю, я чувствую, что немножко стреляет. Это очень странно, как вообще связаны нервы с стрельбой в этом ухе, я не знаю. Ну, подожди, на тот момент ты чувствовала, когда помнишь, ты поставила лук, ты говорила, ой, я чувствую, типа, что как будто инфекция что-то убивает. Ну, щекочет, да. Щекочет по-любому, и потому что лук убивает инфекцию. Парк же шишол, лук шишол. Ну, не знаю. Я не знаю. Больше такой боли не будет. А если будет, то пойду к вору. И там еще девочка писала капли, посоветовала. Назваю девочкой, но не хочу, там, может, вы не девочка, и там женщина, но... Я не знаю. Не обижайтесь, если я так просто выражаюсь. Да ладно-то, и неприятно. Да, сейчас будем кушать. В следующем видео ответим, не то, что ответим, а выскажем свое мнение по поводу комментариев под видео, когда приезжали к нам гости, семья Келлер. В общем, я вообще не могу уже... В общем, все, включимся в следующем уже видео. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и, конечно же, ждем ваш комментарий. Всем пока, спасибо за просмотр.